Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Овчаренко. Смотрите сейчас. В борьбе за жизнь не бывает мелочей. В Бобруйске полным ходом идет ремонт больниц и поликлиник. Выполняем заявки в отделениях. Производятся закупки материалов необходимых. Что в перспективе? Ненадежный шифр. Мошенники атакуют белорусов в сети. Обезопаситься от проськов преступников помогут повышенное внимание к сохранности персональной информации. Сколько раз в год нужно менять пароли? На старт, внимание, марш! В городе пройдет республиканский легкоатлетический забег. Каждый участник на дистанции 3-10 километров получит медаль финишора. Как стать участником? А также промышленный потенциал, мирный атом и низкие цены. В Беларуси продлили социальную 10-процентную скидку. Какие товары в списке? В ногу со временем. Президент дал ряд поручений по повышению эффективности системы здравоохранения. Они касаются как улучшения качества услуг, так и ремонта медучреждений. В Бобруйске работы ведутся полным ходом. В детской поликлинике номер 1 заменена крыша. В больнице имени Марзона масштабный апгрейд затронул хирургический корпус. Подробности у Татьяны Гурбач. Здание детской поликлиники номер 1 возвели в 80-х. По прошествии времени строение нуждается в апгрейде. Ремонт здесь идет активными темпами. Начали с крыши. На днях покрасили потолки в прививочном кабинете. Раньше из-за неполадок с кровлей на них были видны подтеки. Теперь все соответствует санитарным нормам. В ближайших планах – обновление холла. Я хочу сегодня выразить огромную благодарность Бобруйскому горосполкому, что они увидели эту проблему, выделили финансовые средства для ремонта кровли. На сегодняшний день ремонт этот завершен. И мы можем начинать уже плановые ремонты в тех кабинетах, которые стоят у нас в плане ремонта. Обновление коснулось и больницы скорой медицинской помощи имени Марзона. За счет средств городского бюджета установлена система лечебного газоснабжения объемом в 20 кубов. Это позволило значительно сократить транспортные расходы. Раньше баллоны с кислородом доставляли три раза в неделю. Теперь заправки хватает на полгода. В хирургическом корпусе заменили два лифта. Современные просторные кабины быстро и безопасно перевозят и пациентов, и персонал. В учреждении ведется системная работа по обновлению материально-технической базы по укреплению и по проведению текущих ремонтов. Помимо бюджетного финансирования мы стараемся искать еще средства, приносящие доходы деятельности и спонсорские средства. Городские предприятия не остаются в стороне и предлагают свою помощь. Так, например, БЗТДИА взял на себя ремонт четырех санузлов в кардиологии. Два помещения уже готовы. Светлая плитка, современная сантехника, сушилка для рук, здесь же и антисептик. Пациенты оценят. В этом же отделении за бюджетные средства обновляются больничные палаты, меняются светильники, ремонтируются лестницы. В основном у нас работы ведутся только работниками нашей стройгруппы. Подобран очень хороший коллектив, специалисты. Выполняем заявки в отделениях, производятся закупки материалов необходимых и выполняем работы по мере необходимости. Без внимания не остается и входная группа. Ступени отремонтированы на совесть. Аккуратная плитка радует глаз. На очереди и укладка бордюров. На днях покрасили также терапевтический корпус. Впереди масса работы. Ремонт продолжится в семиэтажном здании хирургии. Апгрейд коснется как приемного отделения, так и палат. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск-360. А берут до нитки. В Беларуси увеличилось количество киберпреступлений. Только за январь-май зафиксировано полтысячи случаев. Негативная тенденция больше всего отмечается в Могилеве и Бобруйске. Как правило, потерпевшие сами сообщают реквизиты банковских карточек, а также добровольно следуют инструкциям злоумышленников. Кибермошенники используют множество схем для обмана граждан. Обезопаситься от пройсков преступников помогут повышенное внимание к сохранности персональной информации и максимальная бдительность при осуществлении платежей и денежных переводов. Чтобы не попасться на уловки аферистов, пароли для входа в соцсети, интернет-банкинг и онлайн-магазин должны быть разные. Лучше всего их менять раз в полгода. Плюс стоит использовать двухфакторную идентификацию. Для этого достаточно привязать аккаунты и электронную почту к номеру мобильного телефона. Энергетическая безопасность, выгодное партнерство и масштабное гуляние. Республиканский праздник Купали планирует посетить 70 тысяч человек. Что в программе? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. Промышленная отрасль Беларуси вышла в лидеры по росту реальной зарплаты. Прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в полтора раза. Темп объемов производства на предприятиях системы Минпрома в сопоставимых ценах за пять месяцев превысил 112%. Экспорт вырос более чем на четверть. В приоритете задача президента. Один район, один новый проект. Второй энергоблок БелАЭС отключат от сети. Это связано с испытаниями систем и оборудования. Напомним, до этого аппаратура работала на мощности 75% от номинальной. В дальнейшем планируется запуск на все 100%. После выполнения всех необходимых проверок и процедур блок сдадут в промышленную эксплуатацию. По плану это должно произойти в октябре. Торговые сети продлили скидку в 10% на ряд товаров для пенсионеров, многодетных и инвалидов. Соглашение было заключено в январе 2022-го. К нему присоединилось 14 ритейлеров. В списке десятки наименований. От хлеба и круп до мяса и овощей. За время действия программы выдано более миллиона 700 тысяч карточек. Сэкономленная сумма за этот период превысила 37 миллионов. В Беларусь планируют начать сборку российских самолетов. Речь идет о моделях гражданской авиации «Ладога» и «Байкал». Также подписаны контракты на поставку компонентов и деталей для МС-21, Ту-204 и Ту-214. Это базовая программа, которая на сегодняшний день уже согласована. Также республика заинтересована участвовать в производстве сухого суперджета. Республиканский праздник Купалия в Шкловском районе посетят не менее 70 тысяч человек. Гуляния развернутся 8 июля рядом с поселком Александрия. Помимо белорусских мастеров, свои работы продемонстрируют 90 представителей из России. Гостей ждет насыщенная концертная и конкурсная программа. Выставки, ярмарки, многочисленные тематические площадки, торговые ряды. Работа по новым правилам. С июля ремесленники и владельцы агроусадеб должны платить налог на профессиональный доход. Если человек работает с физлицами, иностранными организациями и ИП, он всегда использует ставку 10%. Такой же показатель действует, если плательщик имеет дело с белорусскими юрлицами и предпринимателями. И его доход, полученный от них, не превышает 60 тысяч рублей за год. Если прибыль больше, необходимо отчислять 20%. Чтобы стать плательщиком налога на профессиональный доход, физическое лицо обязано использовать приложение «Налог на профессиональный доход». Для этого его необходимо скачать с официального сайта Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, установить на любой гаджет и проинформировать налоговый орган о начале применения этой системы налогообложения. Плюс этой ставки в том, что она включает в себя как налоговый платеж в бюджет, так и отчисление Фонд соцзащиты населения. То есть не требуется дополнительная уплата ФСЗН. Для тех, кто получает любой вид пенсии, величина вычетов уменьшается до 4%. Программа включает несколько дистанций – 3,10 км, а также семейный забег на 1000 метров. Чтобы преодолеть расстояние и побороться за победу, необходимо до 30 июня заполнить заявку на сайте runin.by, оплатить стартовый взнос и пройти осмотр врача. Количество участников ограничено. Каждый участник на дистанции 3,10 км получит медаль финишора. В семейном забеге каждый ребенок также будет награжден медалью. Ну а победители и призеры на дистанции 3,10 км будут также награждены денежными призами. Начало семейного забега 1 июля в 11.30. 3 км преодолеют в 12, а 10 – в пол первого. Старт и финиш на улице Масонова, 27. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Ариан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите, это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»